Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы поговорим о ярких носках. Что это, некий тренд или что-то, что через некоторое время мы больше не увидим? Или это станет некой его рода классикой в мужском стиле? И может уже пора пойти и купить себе пару таких? Или если вам такие подарили, стоит ли их носить? Ребята, перед началом я бы хотел вас попросить подписаться на мой канал, чтобы вы всегда смогли увидеть мои новые видео. И если хотите больше информации, то на сайте Real Men Real Style вы найдете статьи, которые идут вместе с каждым моим видео. А также у меня есть бесплатная электронная книга. 47 страниц чистой информации. Подписывайтесь на рассылку и получайте лучшие советы о том, как поднять свой стиль на новый уровень. Давайте вернемся к теме. Перед тем, как я озвучу свои 5 причин, почему яркие носки приживутся и станут классикой мужского стиля, я представляю вам Evoke Socks. Мой друг, Андрес Трайвер, основал компанию и прислал мне несколько пар. Эти ребята не спонсоры. Мне просто нравится их благотворительный аспект. Но к этому я вернусь попозже, ближе к концу видео. А теперь 5 причин. Номер 1. Яркие носки весьма практичны. Не имеет значения. Они цветные или черные. Мы их будем носить. Много тенденций в моде приходят и уходят. И они не всегда практичны. Они стараются решить проблему, которая даже не существует. Носки – это то, что каждый мужчина должен иметь. И то, что мы часто используем. Когда в них появляются дырки, мы их меняем на новые. И поэтому это очень необходимая вещь. Неудивительно, что происходят некоторые изменения. К тому же, эта индустрия в 6 миллиардов долларов. Так что это довольно развитый бизнес. Я надеваю яркие носки, когда иду в зал. Кому какая разница. Это даже забавно бывает поговорить с кем-нибудь на эту тему. И именно потому, что яркие носки очень практичны, это первая причина, по которой они приживутся. Номер 2. Это качество. Не все носки бывают качественны. Когда идешь в магазин и покупаешь наборы с носками, которые производятся миллионами, то можно заметить, что они не совсем качественные, так как это сложно следить за таким объемом. Компании, которые делают цветные носки, не такие большие и борются за то, чтобы все их клиенты оставались максимально довольными. Они используют материалы высокого качества. Так что, когда их надеваешь, пусть даже вам может не очень понравиться, как они выглядят, но однозначно вы полюбите, как они сидят на ноге. Обычно они сделаны из высококачественной шерсти или хлопка. Да, возможно, они слегка яркие, и это непривычно, но они вызывают непревзойденные ощущения. Потому что они практичные – это номер один. Номер два – это их качество. Причина номер три – малый риск. Мы постоянно покупаем носки и меняем часто старые на новые. Это не то же самое, что купить себе нарядный костюм за пару тысяч долларов, который потом лежит в гардеробе. Когда ты покупаешь себе набор носков за 20 долларов или полностью обновишь весь гардероб за сотню долларов, это не такая большая сумма, чтобы потратить их на носки. Так что это небольшой риск. Причина номер четыре – это отличный подарок. Часто бывает, что надо подарить что-то мужчине, у которого есть практически все. У многих нет ярких носков в гардеробе. День отца, Рождество, день рождения. Многие ищут подарки, и это отличная возможность подарить что-то человеку, у которого есть все. Это отлично сработает. Они высокого качества, они точно будут выделяться из всего, что у него есть в гардеробе, и он точно ими воспользуется. Пункт номер пять. В общих чертах яркие носки запустили большую волну трансформации мужского стиля. Я попал в эту индустрию в 2007-м, и могу с уверенностью сказать, что многое изменилось за эти годы, сколько я был в этой индустрии. Это просто удивительно наблюдать за тем, как улучшается качество того, как мужчины одеваются. Я следил за тем, как многие компании выходят на рынок и вносят новые тенденции в развитии мужского стиля. И поэтому я уверен, что они приживутся. Дайте мне знать в комментариях, если вы согласны или нет. Что вы думаете по поводу ярких носков? Это увядающий тренд? Или вы думаете, что они продержатся еще лет 10? Или если вы думаете, что они задержатся лет на 50 и станут частью классического гардероба? Буду признателен. А теперь очень быстро об Вокс Окс. Мне всегда пишут компании, которые производят носки. Эй, Антонио, бла-бла-бла. Обычно они хотят, чтобы я о них рассказал. Но почему я хочу поговорить об Вокс Окс? И эти ребята не спонсоры. У Андрея есть отличная история. Он наполовину американец и наполовину швед. Сам он живет в Испании и играет в баскетбол. Это меня зацепило. Я захотел с ним связаться и поговорить. Нашел его номер телефона. Выяснилось, в обычное свое время он путешествует со сборной. А в свободное время он любит заниматься бизнесом. Так что мне сразу понравился этот парень. И тогда он мне показал, что с каждой пары носков, которые они продают, они жертвуют один доллар. Может, это звучит несерьезно, но если взглянуть на их годовые обороты продаж, то это выходит довольно-таки неплохой процент от общей прибыли. И если посмотреть на их модели, то можно увидеть следующее. Защита от рака простаты. Помощь людям, у которых нет питьевой воды. У него есть ветеранские носки, независимо от страны. Пусть это американские солдаты, или иранские солдаты, или иракские солдаты, пусть даже британские, или южноафриканские солдаты. Я уважаю такие поступки. Тут есть одни, которые за защиту тропических лесов. Я как-то бывал в Южной Америке, в Бразилии и Эквадоре. Занимался изучением насекомых, пока учился в университете. Такие вещи меня цепляют. И я сказал ему, Андре, у тебя крутая история, и мы помогли ему с веб-сайтом. Так что, ребята, зайдите на его веб-сайт, поставьте лайк на фейсбуке, и скажите, Андре, ты делаешь классные вещи, и удачи тебе в следующем году. Он играет в испанской сборной, но ее название я просто не смогу выговорить. Но я точно знаю, что этот парень действительно старается что-то изменить в этом мире. Поделитесь комментариями, что вы думаете о тренде на яркие носки, и увидимся в следующем видео. Берегите себя.